Ну что, в канун светлого праздника, готовы угарнуть, знаете, идём на телеканал ICTV, посмотрим, чем он нас порадовал. Ой, он нас порадовал? А кому маразма мало, федеральные каналы и их новоросские братья по разуму могут, если надо, и слезинками экраны окропить. Девушки вон по два года беременные сидят. Это понятно, смеются над маразмами российских СМИ. И мы все смеялись в своё время, когда рассказывали спикеры определённых передач, определённые вещи, про снегирей, про эпилепсию и тому подобное. Но вот здесь вот они решили посмеяться над спикером, который рассказывает про беременную, которая сидит в тюрьме. Сидит Елена Клишинская, уже второй год, Блишинская, Елена, второй год, беременная женщина. Или вот, например, хунта не нас... И вот, например, то он ближе к ночи расскажет, а вот тут вот в этом эпизоде, почему же не показал телеканал дальнейшее, что происходило в студии у Владимира Соловьёва. А вот что там происходило, если вдруг кто не видел. Уже второй год, журналистка, Блишинская, Елена, второй год, беременная женщина. Смотрите, она не второй год беременная, то есть у меня не пугаетесь. Она в процессе забеременной. Она в процессе забеременной. Это правда. Но, по всей видимости, умственно отсталым тем, которые смотрят этот телеканал, вот продолжение знать не надо. Посмеялись, ну два года же не бывает беременной. Да и всё, переключили своё внимание на другие вещи, но в голове у них отобразилось. И потом они приходят и клацают свои комментарии. А вот там про беременную, которая два года беременная. Все посмеялись в студии, и молодой человек исправился. Тема-то закрыта. Снова канал ICTV. ICTV рассказывает о том, как Янукович перенял привычки советской номенклатуры и начал продвигать своих родственников, там, сыновей, там, ну, в общем. Звучки радянской номенклатуры просувати у владу власних, часто не надто обдарованих детей, сповно відчули на собі украинці за часи управления Віктора Януковича. Небольшое смысловое отступление по поводу продвижения своих. Смотрите, вот это вот кто? Это Кучма. Кучма в Минске. Без безопасности не может быть политики. Кучма призвал Россию выполнять взятые на себя обязательства. Кучма. Минск в тупике. Кучма. Наши партнеры блокируют работу КПП в золотом. Кучма. Нас обстреливают, а мы молчим. Кучма. Наши партнеры так и не озвучили. Главный эксперт телеканала ICTV. И про времена Януковича телеканал ICTV с удовольствием рассказывает. Про времена Кучмы не рассказывает вообще ничего. Потому что при Кучме было, понятное дело, процветание. А, не. Потому что канал просто принадлежит зятю Кучмы. Ха-ха. С 1974 по 1989 роки, будучи в статусе народного депутата СРСР, его биологичный батько Георгий Береговый... Его биологический отец? Что? Его биологичный батько Георгий Береговый... Космонавт Георгий Береговой. Это папа Виктора Федоровича Януковича. И я сейчас вернусь в 2014 год, в мае 2014. И позволю себе процитировать самого себя. Такой молодой там еще. Тогда вышла статья о фактах. Видите? Как только произошла революция, стало можно писать все. И тут бывшая соседка натрепала, что она все знает про семью Януковича. Следует рассказ о преступной группировке, в которую входил Виктор Федорович Янукович. Вы думаете, разговор пойдет о шапках? Нет. Берите выше. Они отбирали шубы, ботинки, кольца отрезали вместе с пальцами, а сережки вырывали с ушами. Я полагаю, что золотые браслеты они отрывали с руками, а золотые цепочки с головами. Но журналистка все-таки задает вопрос. Откуда вам это известно? И женщина, называющая себя Фаина Ивановна, поясняет. Муж моей сестры Владимир был активным членом этой преступной группировки. Далее следует романтическая история о том, как Владимир, муж ее сестры, поссорился с Януковичем. Янукович пообещал убить самого Владимира, его жену и его дочь. Тогда Владимир бросил все, бросил квартиру и переехал в Полтаву. В Полтаве он пришел в милицию и рассказал о преступной группировке. Тогда, слушайте, полтавская милиция поехала в Янакиево и там задержала всю преступную группировку. Лидия, Вове и их дочери сменили имена, предоставили жилье в другом регионе страны. А через год после этих событий, когда выходила замуж, тоже поменяла имя и фамилию. Вам что-то известно о других людях, которые могли быть членами этой группировки? Об этом предпочитаю помалкивать. Выдержав паузу, говорит женщина. Эти люди все еще находятся в Украине. Они настолько известны, что имена могут шокировать многих. Каким в детстве вам запомнился Янукович? Понятно. Он был жестоким, хвастался, что человека ему убить легче, чем муху. Хе-хе-хе. Будущую жену Виктор поговаривают. Изнасиловал. Ну, я даже просто другого ничего не ожидал. И вообще, Людмила мало походила на первую леди. Преимущественно находилась дома. я так и не понял женщина переехала или она все-таки наблюдала как людмила была первой леди и это людмила когда уже была первая леди она находилась дома то есть они такие жили в енакиево когда янукович стал президентом в общем резюмирую хочу сообщить что у меня есть важный свидетель зовут ее антонина петровна она была соседкой турчинова она хочет сообщить что турчина на самом деле женщина я прошу газету факты обязательно опубликовать этот шокирующие считаю материал чтобы у него было вот как здесь 6000 перепостов чтобы его перепостила украинская правда и множество других изданий ведь это же настоящая журналистика правда ржачно да тогда еще украинская журналистика только наметила свой крем в сторону моря сейчас то она уже уплыла и за горизонтом уже где-то ее не видать ну что там они дальше рассказывают про папу януковича и постоянно показывают фотографию сына берегового и говорят незаконно рожденный а это натурально сын берегового рожденную законно дальше теперь украинцы прошли через а для того чтобы верховную раду пришли новые люди украинцам что побачите молодью влади довелося пройти через справжнее пекло но теперь-то наконец молодежи верховной ради завались верши за пона 20 роков у парламенте не мая коммунистив заместных у ради десятки новых людей и кирани шин и малыш одних шансов потрапить и у цю помпез ну залу раньше не имели никаких шансов попасть в этот помпезный зал ну вот казак гаврилюк об этом явно не мечтал ну и другие люди которых они показали а кого они там показали так как-то быстро давайте замедлим заместных у ради десятки ой да это же юля марушевская юля привет юля марушевская руководит одесской таможней и тут дело десятое как она и руководит но она не потрапала всю помпезну залу новый о нефёдов максим привет нефёдов максим являлся до недавнего времени советником министра экономики а это кто о какой новый человек виктор кривенко однозначно новое лицо конечно же потому что он еще при януковичи являлся советником вице-премьер-министра ну это же новое лицо согласитесь из 14 по настоящее время советник министра финансов кандидат народные депутаты еще в 2006 пытался пролезть в раду от мертворожденной партии вече богословских что там дальше у нас и киранишин и мало и ты тут однозначно новое лицо он новое лицо с 2006 был депутатом киевсовета с 2012 депутат киевсовета советник премьер-министра с десятого года потом он двенадцатом баллотировался народные депутаты от батьки в щины и в четырнадцатом он а я смотрю вроде лицо новое ну вроде как где-то уже видел о егор фирсов ну по-любому новое лицо он еще в 2005 был в нашей украине 2010 был в едином центре в одиннадцатом партия удар занимался донецким городским и областным отделениями потом он четырнадцатом потом в четырнадцатом это можно знаете все и замолкать потому что в четырнадцатом распахнулись двери широко заходи кто хочет как говорится в нашу помпезную залу заходи кто хочет опа кира привет кира двадцати трехлетняя она прошла правда в киевсовет киевский областной совет смотрите какая уже полезная в киевсовете в а она тоже в раду не попала в помпезную залу в общем слепили из того что было а теперь вот меня очень поразил знаете приятно так поразил владимир поросюк он здесь же в этой же передаче рассказывает чем бы он занимался если бы не попал в верховную раду чтобы в той момент янукович не в крайне лишился бы в тюрьме ну я бы ничем не зрублял можливо там валенки шил вот здесь володя задел струны моей души знаете такой щемящей правдой то есть не убежал бы янукович я бы не знаю чем бы зарабатывал валенки бы шил ну да шил бы валенки мыл бы полы был бы грузчиком дай бог если бы голова была на плечах ну вот или в тюрьме сидел бы украл бы выпил бы да и сел бы а теперь верховная радя как там сказал ведущий украинцам что побачить и молодю влади довелося пройти через справжнее пекло то есть украинцы прошли через ад для того чтобы получить вот эти новые лица верховной ради это стоило того чтобы пройти через ад ну а вам всем желаю рая в преддверии светлого праздника пока